Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Охота на шпионов на Самарском вокзале. Сотрудники ФСБ задержали украинского разведчика. В Самару сегодня приехал Михаил Бабич. Полпредпрезидента оценил футбольную стройку и ремонт набережной, а также провел заседание общественного совета. Старые школы с новыми фасадами в Самаре отреставрировали три здания культурного наследия. В Самаре поймали украинского шпиона. Сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали 27-летнего гражданина Украины. По оперативным данным, он принадлежит к подразделению спецрезерв Главного управления разведки и Минобороны Украины. На допросе задержанный признался, что проводил визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике, Ростовской и Самарской областях. Он собирал информацию о военных объектах в ополчении ДНР, проводил фото-видеосъемку. Кроме того, в конце прошлого года молодой человек приехал в Ростов-на-Дону для разведки на вокзалах. Он фиксировал схемы помещений, места расположения сотрудников охраны полиции, их количество, а также расположение видеокамер. Затем эту информацию передавал сотрудникам Управления разведки и Минобороны Украины. А в марте этого года такую же информацию он собирал на вокзале в Самаре, где и был задержан сотрудниками МВД. Сейчас решается вопрос о выдворении его с территории России и закрытии ему въезд в страну на 10 лет. Я сообщил сотруднику Главного управления разведки Министерства обороны Украины, что нашел работу, собираюсь ехать в Самару. После чего, когда мы с ним встретились, он поставил мне задачу, что я должен буду произвести такие же самые разведданные, как и в Ростове-на-Дону. А именно по железнодорожному вокзалу и автовокзалу произвести разведданные о количестве, местонахождении, месторасположении охраны, полиции и пропускном режиме. В Самаре сегодня с визитом находится полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он проведет заседание Общественного совета по развитию институтов гражданского общества, а утром вместе с губернатором Николаем Меркушкиным полпред посетил Самара-арену. Они осмотрели трибуны, поднялись на самую верхнюю точку стадиона. Бабичу представили план благоустройства территории вокруг спортивного комплекса. Вокруг стадиона будет сформирован целый спортивный кластер, который будет включать в себя ледовую арену, велотрек, центр водных видов спорта. К этим работам мы приступим уже после чемпионата мира, рассказал Николай Меркушкин. Губернатор добавил, что в непосредственной близости от Самары-арены в скором времени начнется строительство Наукограда-Гагарин-центр. Полпредпрезидента Михаил Бабич и губернатор Николай Меркушкин потом отправились на четвертую очередь набережной. Там в конце марта началась реконструкция. Работы ведутся на участке от улицы Осипенко до Силикатного врага. Что уже сделано и какой в итоге будет набережная у Ладии, узнала Олеся Корецкая. На четвертой очереди набережной демонтируют бордюрный камень, дорожное покрытие и лестницы. Ведутся земляные работы. Сейчас готовится заливать фундамент под новый фонтан. По плану здесь будет три зоны. Центральная, самая большая, с площадками для отдыха и спорта, в том числе детскими. Бульвар с велодорожками, а также дополнительная инфраструктура с пунктом полиции и парковкой. На склоне появится амфитеатр на 500 посадочных мест. Четвертая очередь набережная излюблена для горожан. Здесь проводится культурно-массовое мероприятие. За счет естественного клона очень удобно организовать разные мероприятия. И граждане, когда мы обсуждали проект, они высказали за то, что там был такой амфитеатр. Также здесь установят подъемники для людей с ограниченными возможностями. Стационарный общественный туалет. Проведут озеленение, установят видеонаблюдение, обновят освещение. Один из символов Самары – ладью – также приведут в порядок, обновят покрытие и фундамент. Проект у нас готов. И чтобы это смотрелось очень хорошо, спуск с этого подъема к Софийскому Союзу, это надо сделать сон. Вот по этой линии, как вывести, чтобы чувствовалось там, видно ли, с туда, сверху. Тиморожка, если педная, она ограничивается или она по всей набережной? Она по всей набережной. Она соединяется, за исключением разрыва на улице Ульяновской. Основные работы планируется завершить в ноябре этого года, а полностью закончить реконструкцию к марту 18-го. Олеся Корецкая, Станислав Левин, События. Что снится космонавтам и как на МКС играют в футбол? Космонавт Олег Каноненко ответил на вопросы волонтеров Чемпионата мира 2018. Кроме того, они сыграли товарищеский матч в настольный футбол. Это уже не первая встреча послов Мундиале и волонтеров. Николь Радамакина, Тагер Хайбулаев, Сергей Войтенко уже познакомились с теми, кто будет помогать в организации чемпионата. Валерия Макарова подробнее. Встреча волонтеров с космонавтом Олегом Каноненко началась с дружеского поединка в настольный футбол. Здесь просто ловкая струбка. И какого матча? Подставить, наверное. Правда, закончился матч быстро, а космонавт признал мастерство противника. Таким образом, счет в серии игр между послами Чемпионата мира и волонтерами 2-1 в пользу последних. Позже Олег Каноненко рассказал, что любовь к футболу не слабеет даже на земной орбите. Если проходят какие-то Мундиали, мы всегда эти соревнования смотрим. У нас есть трансляция этих турниров. Плюс на станции есть маленькие мячики. Мы иногда играем и в сопер, и играем в американский футбол. Вопросы сыпались один за другим. Каноненко рассказал о детской мечте стать космонавтом и о своем пути к звездам. Признался, что работа ему не снится. Да и сны самые обычные – земные. Вопрос о том, что снится космонавтом, меня действительно интересовал очень-очень давно. Появилось именно вдохновение, потому что мне сразу захотелось тоже полететь в космос и равняться на этого человека. И даже мечты о космосе после такой встречи могут стать реальностью. Олег Каноненко рассказал, как это сделать. Объявлен набор в отрях космонавтов, прям документом до 14 июля. Поэтому если у вас есть высшее образование, законченное, специалитет его магистратуры, и вам всем до 35 лет, то я приглашаю вас поучаствовать в этом процессе. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Новая жизнь архитектуры прошлого века. В Самаре закончилась реставрацией еще трех объектов культурного наследия. Работу оценивал глава города. Вместе с Олегом Фурсовым на прогулку по старому городу отправился Андрей Горгуленко. Получи балкона восстановлены. Они были сначала разобраны, и потом их заново собрали, заново отлили. А как же вы туда врезались? Есть технология, да? Да. Как будто и не было столетней истории. Здание женской гимназии, дом купца Кадуришова и дворянский дом Решетникова теперь выглядит так же, как и в начале 20 века. Обновленные фасады, окна и отремонтированная кровля. Особую ценность реставрации придает тот факт, что в домах сейчас располагаются школа, детсад и центр детского творчества. Для каждого здания был разработан индивидуальный проект с экспертизами и культурно-историческим анализом. И теперь прохожие смогут любоваться и стилем модерн, и образцами купеческого и дворянского домов. Двойная польза, двойной смысл. Это и украшение города к чемпионату мира. И, безусловно, привитие вкуса и интереса к родной истории для детей, которые в этих зданиях учатся. За 16-й год в Самаре отреставрировали 128 фасадов. 28 из них являются объектами культурного наследия. Несмотря на сложность ремонта, реставраторы, приобретая опыт, с каждым разом выполняют работу и быстрее, и качественнее. Хорошая школа формируется, навыки появляются. Поэтому в дальнейшем задача по приведению в порядок старых домов объекта культурного наследия будет решаться в более сжатые сроки. Я думаю, мы от этого не откажемся. И даже после окончания чемпионата мира по футболу мы будем дом за домом восстанавливать, чтобы Самара выглядела, как действительно, жевчужно положено. В планах на 17-й год 319 фасадов. Но если, как и в прошлом году, в проект вложатся частные инвесторы, количество зданий увеличится. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. 38 деревянных домов в Старой Самаре приведут в порядок за счет инвесторов. Такая договоренность достигнута между город-администрацией и Самарской гильдией строителей. Работы начнутся уже через пару недель. Сейчас коммерсанты знакомятся со списком зданий и выбирают те, которые будут ремонтировать. Более подробно расскажет Марьяна Мирная. Этот дом с господами в цилиндрах на Льва Толстого, 38, когда-то был именно шляпной мастерской. До 2015 года здание 1867 года постройки находилось в плачевном состоянии. Но после начала работы программы по восстановлению Старой Самары, меценаты вернули ему первозданный вид. Строительный бизнес откликнулся на просьбу городской администрации и взялся за не самые простые объекты. На Лукционской пришлось, там просел фундамент, пришлось остановить деформации сначала, потому что весь смысл работы, ну что, отвалится эта стена, все это сделали. Это не косметические помазали, краской бросили, ушли, а все капитально. Большое внимание уделяется деревянным домам с историей, которые расположены на гостевом маршруте. Всего их 331. Большинству из них больше 100 лет. Это памятники архитектуры и культурного наследия. Многие здания принадлежали видным деятелям, купцам и меценатам. Сегодня они находятся в запущенном состоянии. Для 38 из них уже найдены инвесторы, ведь только за счет средств бюджета с такой глобальной задачей справиться невозможно. Мы рады тому, что отклик есть. Застройщики, саморегулируемые организации, они откликаются на это предложение. К счастью, пока это работа в начале, то есть у нас на сегодняшний день только 38 объектов. Мы вот определили, нашли инвесторов, которые будут ремонтировать. Но мы ожидаем, что их будет больше. Представители строительных организаций не только согласились выделить средства на покраску фасадов, но и попросили дать полный список домов, которые нужно привести в порядок. А также предложили привлечь к этой работе жителей. Ведь не для всех видов работ нужны деньги. Кто-то может взять в руки кисти и красить, а кто-то починить забор. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре «Мерседес» ушел в кювет и перевернулся на крышу. ДТП произошло рано утром в четверг, 13 апреля, на 16-м километре Московского шоссе. Как сообщают очевидцы ДТП, водитель машины не пострадал. Белый «Мерседес» поставили на колеса. Значительные повреждения получили капот и бампер автомобиля. Реконструкция Московского шоссе к чемпионату мира переведена в круглосуточный режим. На сегодня работы выполнены почти наполовину. При этом готовность путепроводов тоннельного типа на пересечении Ракитовского шоссе и проспекта Кирова составляет 85%. Движение по Московскому шоссе планируется открыть 1 сентября. Напомним, что сейчас идет также реконструкция трассы от поселка Волжский до аэропорта Курумыч и строительство дорог в районе стадиона «Самара-Арена». На время ремонта моста Южный пущено еще 7 электричек. Кроме дополнительных пригородных поездов, рейсы электричек продолжают выполняться по существующему раннюю расписанию. Уточнить его можно с 8 утра до 19.30 по телефону справочной службы, указанному на экране. Для православных христиан наступил чистый четверг. Это очень важный день на срастной неделе. Чистым он считается даже не потому, что с этого момента наводят порядок в домах, а прежде всего потому, что в этот день многие совершают таинство причастия. Именно начиная с чистого четверга принято готовить и все вкусные атрибуты Пасхи – красить яйца, печь куличи и делать Пасху. Лето близко. Температура воздуха в Самарской области приблизится к 20 градусам уже на этой неделе. В пятницу, 14 апреля, ожидается до 18, сообщают синоптики. Правда, на следующий день станет немного прохладнее. Прогноз на субботу, 15 апреля, от 8 до 13 градусов тепла в дневное время. Кроме того, возможен дождь. В целом, во второй декаде апреля ожидается температура на 2 градуса выше средних многолетних значений, передает гидромедцентр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я надеюсь, что эту программу мы будем продолжать не только в рамках программы Stand for Life. Есть возможность продолжать это и в целом за счет наших внутренних самарских источников. Так что я позитивно смотрю в этом плане в будущее. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Хулиган в ожидании приговора гособвинения просит судью отправить мужчину, избившего врача, в колонию на два года. Торговые войны в промышленном районе закрывают незаконные рынки. Точно в кольцо Самарская энергия выиграла первый этап плей-офф студенческой баскетбольной лиги. Это все новости на этот час. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова